Всем здарова народ, вы на канале Арти. Сегодня достаточно интересное и необычное видео для моего канала. Мы рассмотрим интересный гаджет, как вы поняли из названия, который я приобрел для своей Nintendo Switch. Я не техноблогер, поэтому мы с вами будем разговаривать на одном языке, я вам расскажу про удобство. И нужно ли в принципе покупать данный гаджет, поэтому давайте смотреть, а с вас лайк, подписка на канал, если интересна данная рубрика и в принципе все, что я делаю, и комментарий, может быть вы мне еще что-то предложите, может быть какую-то альтернативу, которая интереснее данного гаджета, но я думаю интереснее, вы вряд ли что-то найдете, потому что он просто аху... Хе-хе-хе-бать! Теперь давайте посмотрим распаковку данного контроллера. Прошел он вот в такой вот великолепной пупырке, но при этом, сука, коробка у меня все равно была порвата, и я не знаю по какой причине, возможно ее уже кто-то открывал, возможно китайц, который складывал мой контроллер, им уже попользовался, но надеюсь, что с самим гаджетом будет все в порядке. Версию с Алиэкспресса я заказывал, естественно, сумкой, потому что с данным контроллером ваш Switch становится монструозно огромным, то есть те, кто играет на джойконах, даже не представляют какого размера может быть Nintendo Switch, но при этом это плата за удобство, потому что сам контроллер имеет крайне удобные ручки под руки, что собственно стало причиной выбора именно данного контроллера, и второй пункт, то что он монолитный. Такая вот великолепная сумочка, в ней есть отсеки для картриджей, также они мне положили чехол для картриджей, вверху есть превосходный карманчик на молнии, в который вы можете что-нибудь доположить. Как далее, сам контроллер очень удобный, видно, что недорогой, но при этом достаточно приятный на ощупь, есть подложка мягкая для самого Switch, чтобы ему было крайне удобно сидеть, и прекрасно нажимающиеся кнопки. Естественно, крестовина у нас стандартная, которая подойдет для ретро-игр вполне себе. Подключить Switch крайне, крайне легко, крайне, крайне легко данный контроллер, и мы видим просто преобразовавшийся гаджет, он выглядит совсем по-другому, но при этом остается крайне удобным в использовании. Все кнопки, все работает, сам контроллер имеет два вибромотора в левой и в правой рукояти, также у него есть гироскоп, который отлично работает. Сами же ощущения от игры на данном контроллере крайне положительные, я им пользуюсь уже, наверное, четвертый месяц, и каких-то проблем с зависанием и отключанием не замечал. Я просто влюбился в данный контроллер, и мне теперь не нужны джейконы. Джейконы мы можем оставить для игр вдвоем, в четвером, в восьмером. Сам же грипп используется мной просто постоянно, я без него в портативе не играю от слова совсем. При этом за все вот эти четыре месяца, которым я пользуюсь, я не нашел вообще никаких проблем, то есть он никогда меня не подводил, поэтому-то, собственно, я и решил сделать видео именно по данному контроллеру. Также контроллер имеет вот такие вот съемные стики, я вам сейчас их покажу. Меняются они только на правой части, регулируют они, собственно, высоту. Как вы знаем, все кибератлеты используют высокий стик, поэтому, собственно, у меня и высокий стик. В целом же из минусов я могу заметить кнопки ZL, ZR, потому что мне крайне не нравится их ход, но, возможно, опять-таки, это что-то индивидуальное. В остальном же стики, форм-фактор, все, мне кажется, достаточно на годном уровне. Крестовина, кстати, щелкает достаточно громко, но я не считаю это, если честно, проблемой, потому что щелчки у него довольно-таки приятные. Если видео вам понравится, давайте вы поставите лайки. Если не понравятся свои злючи и дизлайки, напишите комментарий. Может быть, я что-то упустил в данном обзоре, и вы лично для себя ту информацию, которую искали, вы не услышали. Поэтому обязательно оставьте комментарий, чтобы я знал, чтобы в дальнейшем не допускал подобных ошибок. А вам спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok